Хорошие новости пришли к нам из Израиля. Нашу землячку, шестилетнюю Зою Поликарпову, врачи перевели в хирургическое отделение. Напомню, в июне этого года у девочки было обнаружено новообразование костей, черепа и лица. В нашей стране эта опухоль мало изучена. Сделать операцию по ее удалению согласились израильские врачи. Тему продолжит Ирина Никешина. В израильской клинике Зоя провела в общей сложности около 50 часов, перенесла 5 операций. Как показала биопсия, опухоль доброкачественная, но ее размеры огромные, почти с куриное яйцо, что еще раз подтвердило необходимость оперативного вмешательства врачей. Все это время рядом с Зоей находится ее мама Людмила Поликарпова. О том, как себя чувствует девочка и что говорят медики, Людмила рассказала нам прямо из больницы. Зоя все старается полностью. Врачи на сегодняшний день довольны на 100%. Вчера была фотосессия именно для израильского журнала. Они сами хотят сделать публикацию этого случая, потому что очень редкий случай, очень индивидуальный. Такого масштаба они сами не ожидали, что придется провести около 50 часов операционной. Прошло 5 операций на сегодняшний день. Зоя уже сама хорошо разговаривает, ходит, кушает. Мы гуляем. Нам даже разрешали из реанимации, когда ее уже вывели из наркоза. Но еще как бы в малых дозах ей давали этот препарат. Нам разрешали в кресле выходить гулять. То есть это тоже очень сильно, ну так сказать, бодрит. И ребенок, у ребенка абсолютно другая обстановка. С нами очень много занимаются. Ну физиотерапевт на сегодняшний день считает, что его работа выполнена, что все функции жизненно важные и вплоть до мелкой моторики у нее сохранены. Сейчас она сидит в детской развлекательной комнате, делает поделки. Это одна из неотъемлемых частей для лечения. Ну так сказать, тоже как своего процедура. Сейчас вот она сидит делает, утром она лепила из глины. Сейчас она делает там котят, занимается в общем с ней, тоже врач. Потом диетологи с нами работают у нас налажено. Потому что 11 дней она не кушала ничего, она лежала под нуркозом. Нам наладили полностью пищеварение. В общем-то стараются, врачи стараются, и мы стараемся в ответ, чтобы все это было не впустую, не прошло даром. В ближайший понедельник, 29 июля, Зою планируют выписать из клиники. Но возвращаться в родной город врачи пока не рекомендуют. Мы не можем прямо вот взять 29-го, выписаться и 30-го лететь домой. Мы этого точно не можем делать. То есть потребуется в Израиле где-то снимать жилье, или как вот это вот? Да, на сегодняшний день нам старательно ищут это жилье, потому что здесь получается, что вот эти примерно где-то 22 дня нам, наверное, надо еще здесь прожить, где-то, наверное, тоже выйдет около 2000 долларов. Нам старательно еще что-то подешевле, потому что финансово я истощена полностью. Для них важно, чтобы ребенку было комфортно, чтобы у нее не было никаких депрессий. То есть вплоть до того, что нам даже разрешили в реанимации, после того, как ее вывели от наркоза, она захотела мороженое, и нам разрешили принести это мороженое, поесть это мороженое. Лишь бы главное, чтобы у нее не было никаких депрессивных состояний. Нужны положительные эмоции. В общем-то, да, она молодец, она нравится, она вообще из-за всех сил старается. Доктор очень сильно наслаждает о том, чтобы мы остались здесь, чтобы мы в ближайшее время не летели, потому что все-таки операция была на головной мозг, ну, чтобы не было черепно-мозгового давления. Напомню, чтобы собрать необходимую сумму на лечение дочери, семье Людмилы и Сергея Поликарповых пришлось взять кредит, а также начать распродавать имущество. Но и этого оказалось недостаточно. На сегодняшний день стоимость лечения достигла порядка 137 тысяч долларов. Оплату необходимо внести до 29 июля. Помочь семье собрать необходимую сумму для оплаты лечения и реабилитации Зои может каждый, сделав перевод на карты Сбербанка, привязанные к номерам мобильных телефонов, которые вы видите на своих экранах. Семья Зои Поликарповой выражает огромную благодарность и признательность всем неравнодушным жителям Ненецкого округа и других регионов, которые поддержали их в трудную минуту не только финансово, но и морально. Переводы были, очень много народу помогло. Не знаю, не будь хоть одного из людей, который нам помог, пазл бы не сложился на самом деле. Очень много людей помогло, очень много людей морально, очень много писала. Всю ночь с 4 на 5 люди писали, люди не спали вместе со мной. То есть я как бы понимала, что я не одна.